Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регионы. Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дать возможность молодому поколению сохранять историю, гордиться ей, гордиться своей великой страной и своей малой родиной. Эстафета памяти. Участников масштабной патриотической акции «Дороги славы» привели в Анапу. Вера православна собрала воедино. Никакого эгоизма, только единство. Единственная наша вера. Праздник объединяющей народы. Епископ Новороссийский Геленджикский феогноз поздравил анапчан с Днем Крещения Руси и отслужил литургию в строящемся храме святого князя Владимира. Их много и они в тельняшках. В Анапе с размахом отметили День военно-морского флота. Оборот предприятий общественного питания по итогам полугодия вырос более чем в два раза. Об этом сообщили на сегодняшнем планерном совещании. Другие экономические показатели также внушают оптимизм. Глава города-курорта Юрий Поляков поручил не упускать налоговые потоки, а также заранее готовиться к появлению новых домов в сельских населенных пунктах, чтобы за каждым из них была необходимая инфраструктура. Главе города-курорта показывают фотографии ликвидированных стихийных свалок. Их явно меньше, чем на прошлой неделе, когда Юрий Поляков поручил взять ситуацию под контроль. Следующая задача – этого контроля не терять. Это должна быть системная работа. Постоянно нужно это делать. Докладывали по противопожарному состоянию, когда мы говорили, когда кучи мусора там жгут. Отсюда и жгут, если есть куча. Чего ты эту кучу не зажечь, допустим? Поэтому надо постоянно главам сельских округов обращать внимание на такие моменты и системно работать в плане уборки. Вместе с тем, без участия самих жителей, эту проблему полностью не решить. На минувшей неделе прошли советы общественности в пяти сельских округах. Темы санитарной очистки и противопожарной безопасности – одни из основных. Помимо этого, речь шла о благоустройстве. В Первомайском сельском округе жители Худра-Весни передавали вам, Юрий Федорович, слава благодарности за решение вопросов по строительству тротуара, и монтус здания, амбулаторий и почты. Спасибо. Их просьбы были выполнены оперативно и качественно. В Гастагаевске начался запланированный ремонт улиц. Там ложат порядка одного километра асфальта. Это четверть общего объема по муниципалитету. Также идет укладка щебня. Юрий Поляков отметил, что станица бурно развивается. Поэтому водоканалу и энергетикам, а в первую очередь главе сельской администрации, необходимо уже сегодня планировать новые коммуникации. Вы должны планировать работу Бузуновой давать наперед. Улица такая-то, может ее отсыпать надо, может ее делать на следующий год надо. Это касается сетей Кубаниэнерго. Максим Сергеевич, как у вас там с мощностью? Те люди, которые получают условия, мы строим. Все даете, да? Так что имейте в виду, чтобы вопросов и жалоб со стороны не было. При этом глава муниципалитета поручил навести порядок в частных электросетях. У каждого владельца подстанции должен быть договор на обслуживание с энергетиками. Иначе в случае аварии жители останутся без света, а у специалистов нет основания чинить чужое имущество. Будет создан реестр таких объектов. Бесхозная подстанция возьмет на баланс муниципалитет для последующей передачи ответственным эксплуатантам. С подстанциями нужно навести порядок. Реестр дорабатываем, чтобы ни одной подстанции у нас не было там бесхозной или там какой-то, никто не знает, что происходит. Слабых мест в снабжении ресурсами быть не должно. Активно развивается весь муниципалитет. Рост оборота в санаторно-курортном комплексе и торговле 13-14%. В общепите более чем в два раза. Это говорит скорее о смене качества. От лотков с пирожками к большим столовым и кафе с понятной экономикой и прозрачным налогообложением. С начала года в бюджет уже поступил 1 миллиард и 104 миллиона рублей. На 10% больше, чем за аналогичный период прошлого. Динамика в два раза выше запланированной. Одна из задач, которую ставит Юрий Поляков – работать с компаниями, ведущими бизнес в Анапе, но зарегистрированными в других регионах, чтобы они платили налоги здесь, у нас, а не питали экономику других субъектов. Александр Ребекко, Михаил Попов. Анапа. Регион. В минувшие выходные предприниматели курорта отметили День работника торговли. Глава Анапы Юрий Поляков поздравил сотрудников отрасли и поблагодарил за добросовестный труд. Сегодня в Анапе работает 2420 предприятий розничной и 23 оптовой торговли. Свыше 600 предприятий общественного питания, в которых трудятся более 10 тысяч человек. Целая система, от которой зависит не только наполняемость бюджета, но и имидж города. Глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил предпринимателей за честный и добросовестный труд и отметил важность профессии для курортного города. Всю свою жизнь я проработал в торговле, в отрасли, в потребительской сфере. Хочу сказать, что это поистине тяжелый, можно сказать, что не очень-то и благодарный труд, потому что работники потребительской сферы, работники торговли находятся постоянно, я бы сказал, на передовой между населением и властью, между населением и теми оптовыми и производственными предприятиями, которые что-то продают. Хочу пожелать всем удачи, чтобы в семье было хорошо, чтобы ладилось все в жизни, чтобы все ладилось, и чтобы не нарушали законодательство Российской Федерации. Поэтому от души поздравляю всех с праздниками. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов отметил, что на плечах бизнесменов сегодня лежит не только колоссальная нагрузка, но и большая социальная ответственность. Поэтому и внимание к отрасли всегда будет повышенным. Профессия у нас очень и очень важная. Она во многом определяет качество жизни людей, населения. И это действительно так. От того, как мы встретим, как мы общаемся, как мы с улыбкой встречаем наших покупателей и вообще тех, с кем мы сотрудничаем, зависит настроение. А это действительно серьезная социальная ответственность. Сфера торговли и потребительского рынка в Анапе развивается. Сегодня наблюдается положительная тенденция по приросту доходов в бюджет города. Ида Пахотенко в сфере торговли более 20 лет. Вспоминает времена, когда отрасль в Анапе только становилась. Тогда конкуренция была меньше, но и условия для работы были гораздо хуже. Если мы с вами возьмем 2000 год, когда у нас на территории города было более 2000 объектов розничной торговли, а сейчас мы с вами видим, что это более 4000, включая и мелкорозничную торговлю, конечно, это большой ощутимый рост. И, конечно, улучшается качество обслуживания. Наши объекты какие замечательные становятся. Это новая культура обслуживания. Это новые предприятия, торговые залы. Это у нас какие базы оптовые, великолепные. Конечно, рост есть. Почетные грамоты от главы города, благодарности от городского совета и ценные подарки получили все отличники профессии. Особо отметили и ветеранов отрасли, посвятивших ей долгие годы своей жизни. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа. Регион. Участники молодежной благотворительной акции «Дороги славы. Наша история» прибыли в город-курорт. 7 июля по 31 августа активисты посетят города-герои и города воинской славы на территории России и Беларуси. Проект уже существует 7 лет и с каждым годом привлекает новых единомышленников. Состав делегации 20 человек. Это артисты вокального ансамбля «Успех» из Ростова-на-Дону, а также неравнодушная молодежь Краснодарского и Ставропольского края, Калмыкии и Волгоградской области. Каждый город, принимающий делегацию, формирует программу митинга самостоятельно. Анапа, как всегда, гостеприимно и патриотично встретила гостей. Мы приветствуем вас на нашей земле и мы знаем, что победа далась нашему народу нелегко. Но мы победили потому, что мы были единой многонациональной советской семьей. Мы выступаем против классификации исторических данных после противописания истории и хотим всем общим, общностью, объединившись в общем порыве, дать возможность молодому поколению сохранять историю, гордиться ей, гордиться своей великой страной и своей малой родиной. У Стеллы город воинской славы. Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Путь дорогами славы непростой. Тысячи километров на автобусе, жаркая погода и ранний подъем. Однако, по словам активистов, это самое малое, что они могут сделать ради сохранения памяти о героических предках. Я помню свою прадедушку, помню прабабушку, на рассказах, в которых я жил. И я понимаю, что они были такими же молодыми, как я, такими же, как мои коллеги, мои друзья. Тоже хотели жить, тоже радовались, тоже пели, танцевали, как и мы. И думаю, потому что я это понимаю, я всем этим занимаюсь. Мы живем жизнью той, которую нам принесли люди, которые в этой самой жизни шли на смерть, я думаю, да. Следующей остановкой в маршруте автопробега станет город-герой Керчь. Затем активисты направятся в Феодосию, Симферополь и Севастополь, чтобы посетить памятники героям, погибшим в годы войны. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. На минувших выходных в России отметили День Крещения Руси. Праздник, установленный в честь памяти святого равнопостольного князя Владимира, сделавшего христианство государственной религией. В Анапе в честь этого великого святого строится храм в третьем микрорайоне. Этот день для всех его прихожан стал особенным. Божественную литургию в новой святыне совершил сам при освящении Шефеогност, епископ Новороссийский Геленджикский. Первая божественная литургия в строящемся храме состоялась год назад. Провел ее также владыка Новороссийской епархии. Он же освящал и первый камень, заложенный в 2015 году. За эти три года проделана колоссальная работа. Храм полностью отстроен. Его уже венчают 10 куполов и крестов. Впереди ответственный этап – отделочные работы и роспись, а также благоустройство территории. Но несмотря на то, что работы еще не закончены, здесь уже вовсю кипит приходская жизнь. Есть воскресная школа и свой хор. Храм переполнен людьми. Для анапских верующих это особый праздник. Крещение Руси неразрывно связано с именем равноапостольного князя Владимира, который в X веке провозгласил христианство. Именно в его честь и возводится этот храм. Он станет самым большим в Анапе. Знаменательный очень праздник. Мы его всегда чтим и помним. И читали мы очень много, конечно, и книги про Владимира, князя. И знаем, что это такое. И так как мы и прихожане храма, слава Богу, Господь нам дает. И здесь мы, когда Владыка приехала, мы с Божьей помощью всегда стараемся посетить храм. Архиерей Новороссийской епархии отслужил Божественную литургию и особый молебен в честь воспоминания Крещения Руси. А также зачитал послания Святейшего Патриарха Кирилла из Священного Синода Русской Православной Церкви. По словам Владыки, этот праздник – один из самых главных и определяющих для всех православных людей. Это наложило печатать на все. На архитектуру, на письменность, на художественные произведения. На все. Не было бы православной веры, поверьте, не было бы Королева, не было бы Гагарина. А раньше еще их не было бы, Жукова не было бы. А еще раньше не было бы других людей, которые великих, которые определяли ход развития нашей истории. Это все определено. Просто мы иногда забываем об этом, либо пытаемся посмотреть на это в отрыве от контекста нашей истории. Это невозможно делать, нельзя этого делать. Нужно обязательно смотреть. Эти люди родились в этой среде, в этой цивилизации. Она их воспитала. Воспитала в них преданность, верность Богу и Отечеству. Любовь к людям воспитала. Если бы не было христианской души православной, все было бы по-другому. Это все, оно определило. Вера православная собрала воедино. Никакого эгоизма, только единство. Единственная наша вера. После того, как храм будет полностью достроен, он вместит в себя до двух тысяч прихожан. К тому времени стены святыни будут уже намолены. А сегодняшний день, по словам священнослужителей, обязательно войдет в историю становления новой божьей обители в Анапе. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа-регион. В честь Дня Крещения Руси на главной площади города открылась ярмарка народных умельцев «Русь-мастеровая». Анапские ремесленники представили жителям и гостям города эксклюзивные изделия из дерева, металла, ткани и даже ракушек. Такие оригинальные изделия из бересты создает ремесленник Александр Болдырев уже более 30 лет. В умелых руках мастера гуттаперчивый и легкий материал превращается в декоративные сувениры, шкатулки и предметы кухонной утвари. Такие неповторимые авторские изделия пользуются большим спросом у туристов, так как в каждое вложена частичка души ее создателя. Наши работы, как бы они сделаны, каждая работа в одном экземпляре. Ну, есть, наименования повторяются, ну, размеры, форма отличаются. И поэтому их интересуют. Это не фабричные, это не штампы. Картины ручной росписи, украшения из бисера и натуральных камней, изделия из дерева, ткани, металла и морских раковин. Творческий подход и фантазия мастеров поражает. Вот вывязанные куклы, картины с камешков выложены. Да, и, в общем-то, из дерева все, такие тонкие работы. Фантазия вообще у народа. Главная цель такой выставки – сохранить и приумножить самобытные традиции народного искусства. Организаторы надеются, что в следующем году ярмарка народных умельцев привлечет еще больше талантливых мастеров. О напчании гости курорта спели любимые песни о море. День военно-морского флота России в городе-курорте отметили праздничным концертом и салютом. В 1939 году его утвердили, чтобы трудящиеся в СССР прониклись идеи строительства сильного военно-морского флота. С тех пор праздник объединяет тех, кто служит или только мечтает о море. Один из самых любимых праздников в Анапе, морском городе, городе воинской славы. На сцене творческие коллективы Института береговой охраны, а также лица сугубо гражданские, но также влюбленные в каждую строчку песен, которые знают и поют во всей России. От Балтики до Тихого океана, от Баренцева до Каспийского и Черного морей. Многие из этих песен анапчанин Александр Назаров не просто знает, а исполнял в составе оркестра Тихоокеанского флота. Базировались на флагманском авианесущем крейсере. Особых поблажек по распорядку не было. И все почти как в песне «Экипаж, семья». Вокруг сцены настоящее людское море. Среди почетных гостей глава города-курорта Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов. Послушаем везде и на земле, и на воде, и на друга верная. Рука с тобой в любом и везде. А если очень привезет тебя дорога, приведет на Тихоокеанский плод. Знаете, я всю жизнь хотел быть на воде, на море. И очень, скажу, повезло. Дорога привела Валерия Панина на один из больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота. У него два специальных знака – за переход экватора и за дальний поход. Однако перед этим – неизменное посвящение. Первый черпак воды. Первый стакан соленой воды. Валерий и Татьяна Панина из Красноярского края ехали на отдых, но специально взяли флаг и бескозырку. Море остается в памяти на всю жизнь. При этом песни, которые звучат со сцены, уже готовы подхватить юное поколение. Российский плод, надежный плод, Пусть за гормой остался берег, Мы связаны с тобой одной, Навек одной морской судьбой. Александр, Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц.